Как вы думаете, где еще, помимо Швейцарии, можно встретить миллионера, который кидает вилами навоз? Я думаю, что вы уже догадались по названию ролика, что речь пойдет про альшаны. Феномен Альшан будоражит многих. Агрогородок Альшаны известен многим далеко за пределами Беларуси. В Беларуси житель Альшан и богатый человек почти что синонимы. При этом все знают, что альшаны зарабатывают деньги тяжелым добросовестным трудом, выращивая огурцы и не только в своих теплицах. Труд простой, незамысловатый и поэтому доступен для всех южных регионов Беларуси. Но не все спешат заработать такие большие, но непростые деньги. Так откуда же взялась в полевской глубинке среди болот такая жемчужина? Предположений много, но все они не объясняют исключительности альшанского феномена. Трудолюбивые люди – безусловный факт. Но почему в Альшанах их так много? Плодородная земля? Так она ведь есть у многих деревень. Есть даже получше. Теплый климат? То же самое. Он много где есть, но экономическое чудо только в Альшанах. Отсутствие производства или какой-либо другой работы? Нет. Есть много других деревень в такой ситуации. Там по этой причине кто-то спивается, кто-то переселяется, а кто-то ездит в заработки. Так в чем же секрет успеха жителей Альшана? В чем причина альшанского феномена? Давайте посмотрим. Самое интересное, что многие, кто задаются этим вопросом, находят ответ. Но боятся слух произнести его. Но чем они еще отличаются от других сел и деревень Беларуси? В Альшанах большие семьи, мало пьянства и почти нет разводов. А еще, и это самое главное, и причина всего остального. В Альшанах самая большая численность евангельских христиан на душу населения. На почти 8 тысяч населения, 2300 членов церкви и 2300 детей. Это христиане, которые читают Библию и каждый день живут, как Библия учит. В Библии написано, что дети – это благословение, а не обуза. Что кто не работает, тот и не ешь. Библия учит, как создать крепкую семью и как победить лень. Как не попасть ни в какие зависимости. И как быть терпеливым и довольным. Библия учит молиться за все свои дела. В ней написано. Притчи, 16 глава, 3 стих. Придай Господу дела твои и предприятия твои совершаться. Библия открывает секрет успеха. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Библия укрепляет веру в Бога. А вера в Бога дает силы для труда. Начни читать Библию, и ты изменишься. А если много людей начнут читать Библию, то изменится та местность, в которой ты живешь. Библия укрепляет веру в Бога.